Приветствую всех на моем канале. Сегодня с нами на связи Анастасия из Японии. Доброго дня, Анастасия. Здравствуйте. Ну, давайте сразу начнем. Я пару слов расскажу о себе, чтобы вы понимали мой интерес к нашей беседе. Я из Беларуси. Когда-то в детстве я мечтала быть стоматологом, но в Беларуси закончила технический вуз, далекий от медицины, и уже будучи в совершенно взрослом возрасте, переехав в Польшу, здесь нужно было выбирать, каким путем идти, и я решила хотя бы прикоснуться к своей мечте и пошла учиться на ассистента-стоматолога. Вот я уже два года работаю ассистентом и заканчиваю в июне обучение на гигиениста. Поэтому тема стоматологии очень интересна, а тем более стоматология в разных странах и такой далекой, и кажется какой-то невероятной, как Япония. Расскажите, пожалуйста, пару слов о себе и когда вы и почему решили стать стоматологом. Значит, во-первых, я в Японии уже живу 11 лет. До этого я жила в Минске, и, честно говоря, я не знала, с кем быть до выставления в вуз, и поэтому, когда был выбор после девятого класса, куда идти, я поступила в гимназию, в которой был медицинский класс. Ну и как бы под влиянием общих знакомых, сын подруги учился на стомфаке, ну и почему бы не пойти на стомфак, на лечифак мне не хотелось идти, и я выбрала стомфак. В общем-то, не было у меня такого с детства желания быть стоматологом, разве что зубы у меня очень плохие, и по стоматологам я очень много ходила в детстве, поэтому представляла себе эту специальность. И, значит, в 2006 году я закончила БМГУ, потом поехала на стажировку в Гродно, потом работала в Минской области, короче говоря, все годы работала где-то на районе, скажем так. Ездила из Минска каждый день, два часа в одну сторону, поэтому такой образ жизни специфический был. Вот, и поэтому после работы, после нескольких лет работы я учила японский язык так, как хобби, честно говоря, никогда не планировала, и не думала, что он может пригодиться, в принципе, в Беларуси. Но моя преподаватель мне рассказала, что есть программа стажировки, и можно поступить в аспирантуру в бус японский, как бы, и попробовать. Ну и так как до меня никого из стоматологов не было, как я понимаю, были другие специальности много, и из медицинских вообще мало. Может быть, это тоже помогло, и то, что я изучала японский, мне удалось получить стипендию и поехать учиться в аспирантуру. И как раз к тому времени я уже шесть лет работала, и все эти поездки туда-сюда, скажем так, работать в Беларуси стоматологом не так просто, и, к сожалению, не очень это оплачиваемая профессия, тем более работая в государственной больнице, где я работала. То есть работа очень много, пациентов очень много, а как бы кроме работы ничего нет, и даже денег нет на то, чтобы как бы, если не подрабатывать в частной стоматологии, на хороший образ жизни нет. Поэтому, раз появилась такая возможность, я поехала в аспирантуру, и когда училась здесь в аспирантуре, я вышла замуж за японца, и мне пришлось здесь оставаться. А еще у меня вопрос. Как оцениваете уровень образования медицинского в Беларуси? И сейчас у вас уже есть чем сравнить по сравнению с уровнем образования в Японии. Насколько есть разница, и отстает ли Беларусь в этом? Разница... Система немножко образования другая. Здесь вузов очень много. Большинство из них частные вузы. И, по-моему, больше 40 вузов, где можно стать стоматологом, то есть в том факте есть. И программа у всех немного своя, и, честно говоря, очень сильно зависит от вуза. Здесь как бы государство... Есть несколько государственных вузов, но их немного, и в них очень сложно поступить, они самые лучшие вузы. Поэтому большинство людей идут в частные, а потом все выпускники вузов должны сдавать госэкзамен. То есть в Японии недостаточно закончить университет или колледж медицинский, чтобы иметь право работать. Поэтому потом после окончания вуза все сдают одинаковый государственный экзамен. Этот экзамен сдают где-то 60% только ежегодно от числа сдающих. И как бы из числа... Только что закончивших вуз там процент больше, а многие пересдают на много лет. То есть как бы если у тебя недостаточный уровень знаний, тебе не дадут просто работать, даже если ты закончил вуз. Но почему это делается? Потому что уровень очень разный. И, скажем честно, есть вузы, где можно ничего не делать. Там 6 лет просто ходить, и не учиться, и не особо посещать, и все равно дадут диплом. Поэтому в этом плане образование в Беларуси намного строже. И как бы у нас пропускать занятия вообще было нельзя. Лекции можно было пропустить одну в семестр. Если ты заболел на 2 недели, то потом можно было чуть ли не оставаться на второй год, чтобы успеть все отработать до конца семестра, до начала сессии. То есть было очень строго. И нагрузка была очень большая. В Японии, конечно, не так. Сейчас, как сказать, сейчас вообще права студентов очень важны. Поэтому сильно, если очень строго в вузе, то потом у вуза плохая репутация. Поэтому сейчас Япония более либеральная. Подходит намного либеральнее. Ну и к студентам отношения тоже более, скажем так, в мои времена, и не знаю, как сейчас, но было очень строго. На первых курсах нас просто... Если вы ничего не знаете, вы идиоты. Если вы так будете учиться врачами, вы не станете. Ну вот наше образование такое, что все, все. И на втором курсе многих у нас очень отчисляли, кто не сдавался. В Японии тем проще, но, скажем так, разница очень видна. В клинике, где я работаю, много интернов каждый год. И разница очень большая. Кто закончил, скажем так, известный вуз, а кто закончил не очень известный провинциальный вуз. То есть в многих таких вузах даже нет практики. У них только они там на последнем курсе немножко смотрят, как другой врач лечит. А своих пациентов они до начала стажировки вообще, то есть ни одной пломбы не поставили. Поэтому качество образования в мои времена, я считаю, на стомфаке было в Минске очень хорошее. Сейчас я уже не знаю, к сожалению. И программа была... У нас пять лет программа была, которую адаптировали под Европейский союз. То есть как бы уже современная и многое современной мы проходили. То, что потом, к сожалению, работе в провинции не очень пригодилось, но как бы потом и понимаешь, что да, что знания были современные. Поэтому образование полученное в Минске, я считаю, было очень хорошее. Супер. А какое направление в стоматологии вам больше всего нравилось, когда вы работали в Беларуси? И по какому направлению работали? Или был такой широкий спектр, делали все? Сначала делала все, но потом я хотела заниматься хирургией. В конечном итоге я поступила в ординатуру через на лицевую хирургию, которую мне пришлось бросить, потому что взять академический отпуск было нельзя. И когда я решилась... С моей стипендия японская, я очень долго, конечно, не могла решить, что мне делать, но в итоге пришлось бросать ординатуру на полпути. То есть если бы, наверное, я осталась в Беларуси, я бы занималась уже только хирургией. Но здесь, скажем так, учитывая свой возраст, потому что когда я отучилась в ординатуре здесь, потом сходила в декрет, потом, так как я здесь осталась жить, и кроме как с тем толком я работать не умею, я решилась на сдачу экзамена государственного здесь, потому что, чтобы иметь право работать в Японии, нужно подтвердить сначала свой диплом иностранный, а потом сдать экзамен, который сдают все японцы. Раз в год он проводится на лицензию стоматолога. И пока я это все проходила, сдавала, получается, что я уже была... Сколько же мне было уже? 35. Поэтому как бы карьера в хирургии заново начинать в этом возрасте – это нереально. Имея семью и ребенка, ночные дежурства невозможно заметить, поэтому как бы это мне пришлось... Как бы я поняла, надо поставить точку на этой карьере, и я работаю теперь обычным стоматологом. Но в Японии система не такая. У них вообще кроме хирургии нет специализации. Хирургия, но еще ортодонтия. Остальная вся стоматология общего профиля. В основном все маленькие клиники частные, где работают один-два врача. Поэтому здесь на самом деле сложнее, здесь надо уметь делать все. То есть от детей до пожилых, и от пломб до протезов. Все надо уметь делать самому. Ну, а почему Япония? Все-таки очень нетипичный выбор страны для переезда. Когда я была студенткой, как раз было... Началось все это увлечение. Много аниме появилось, манго, и как бы... Я смотрела некоторые эти японские сериалы, и пока я это смотрела, как бы мне... Изначально, да, если говорить изначально, до этого я читала книжки Харуки Мураками. Все его книги прочитала, очень мне нравилось, поэтому у меня появился интерес к сериалам, к аниме, и я решила так для себя поучить японский язык. Просто, чтобы, может быть, понимать, о чем говорят, хотя бы чуть-чуть, потому что английский, да хоть как-то, ну, понимаешь, когда фильм смотрят, а японский вообще ничего не понимаешь, и надо-то постоянно читать субтитры. И, в общем-то, вот из такого интереса как бы получилось, что я не планировала, что не думала, что это как-то пригодится вообще в жизни, кроме как хобби, но получилось, что благодаря тому, что я учила японский, мне удалось выиграть конкурс, получить стипендию на обучение, ну, и уже как бы все так пошло, само собой, так сложилось, скажем так. Ну, а когда переезжали, с какими мыслями ехали? Просто лишь бы переехать или именно ехать и продолжать карьеру стоматолога? Ну, честно говоря, когда я вот решала ехать или не ехать, для меня это было самое сложное, потому что у меня была очень довольно успешная карьера, и в районной больнице я была завотделением, потом я пошла в ординатуру, поступила бесплатную на бюджет, то есть мне было что терять, и как бы бросать было все очень жалко, но как бы с другой стороны, скажем так, в Беларуси я большего до себя карьерного роста тоже не предвидела, потому что, ну, как бы стать главврачом поликлиники или заведующим, это нереально, без связей, скажем так, соответствующих, да, которых у меня не было, и работать тоже, ну, как бы в хирургии можно много лет, но физически это было тяжело, скажем так, и я понимала, что с таким образом жизни, как бы личную жизнь совместить тоже было очень сложно, и когда я уезжала, я, честно говоря, не представляла, потому что аспирантура в Японии, и я очень мало что знала о вузах японских, и о системе японской, как бы я считала, что, наверное, раз я уезжаю, надо, ну, все, карьере конец, и что будет потом непонятно, но может быть все-таки аспирантура по специальности, можно будет найти работу, как бы академическую, поэтому, честно говоря, карьеру я бросала, как бы для себя, потому что даже если вернуться через несколько лет, моя категория все пропадет, и надо подтверждать заново, ходить по инстанциям, скажем так, это, получается, выброшенные годы, ну, я не думала, что у меня получится практиковать снова в Японии, честно говоря, потому что я думала, что это невозможно, ну, и на самом деле это очень сложно, то есть то, что я сдала экзамен, это чудо, я не знаю больше никого, кто бы сдал, потому что он на японском языке. Вот хотела как раз спросить, есть ли какая-то статистика, сколько белорусов в Японии, есть ли у вас знакомые из Беларуси, или хотя бы русскоговорящие, и, возможно, как вот сейчас простому белорусу переехать в Японию? Такой официальной статистики нет, потому что на консульском учете в большинстве состоять необязательно. И когда я смотрела для себя, искала где-то, ну, на удивление, более тысячи, около двух тысяч, может быть, белорусов. Это в интернете данные японские, ну, так, приблизительно. На удивление много, хотя я не так много белорусов встречала, но сейчас последние два года у меня все мои пациенты, 99% русскоязычные. То есть русскоязычных людей очень много, и загруженность просто больше, чем я ожидала. То есть у меня сейчас запись три месяца вперед, потому что у меня только русскоязычные пациенты, и все хотят ко мне, и как бы, ну, у меня время ограничено приема. И много, в основном россиян, ну, белорусы бывают, но белорусов, конечно, немного, и они рассредоточены по стране, поэтому из таких, с которыми я общаюсь часто, несколько человек буквально. Ну, и сейчас очень много из Украины, беженцев, и даже в Японии, и даже в Японии. Да, да, да. То есть те, кто жили до того здесь, многие своих родственников помогли приехать, поэтому даже у меня есть человек 10, наверное, пациентов, которые именно, ну, беженцы, у кого здесь, например, дети, дочь жила, многие матери приехали, то есть многие своих родственников перевезли, поэтому сейчас, на самом деле, русскоговорящих очень много. Сейчас всем новые, это студенты, из-за короны пару лет никто не мог приехать, в Японии же было очень строго. Вот в прошлом году опять открыли, они визы стали давать, и снова приезжает много студентов, поэтому самый, как бы, простой путь приехать, это быть студентом языковой школы. Студентом языковой школы стать достаточно легко. Нужны деньги, но, в принципе, визу получить легко. И большинство приезжают на год в языковую школу, сдают экзамен определенный, надо за год достаточно владеть японским, или дальше можно поступать в колледж, или идти работать. Ну, понятно, что без колледжа хотя бы, без японского образования какого-то, честно говоря, хорошей работы немного, поэтому многие потом поступают куда-то в колледж, то есть продолжают образование, чтобы устроиться на работу. А возможно ли вообще за год достаточный уровень приобрести японского? Сколько у вас вот ушло времени до того уровня, чтобы все понимать и иметь возможность объясниться? Ну, я учила его в Беларуси почти четыре года. И когда я приехала сюда, в японский есть экзамен от пятого до первого уровня для иностранцев. Ну, пятый уровень, это вообще как бы практически ни о чем. Когда я приехала в Японию, у меня был приблизительно, я не сдавала экзамен, но как по моим личным посвятам, где-то третий, средний уровень. Но все равно я первое время вообще говорить не могла, потому что тот японский, который учишь по учебникам и как лидер разговаривает в итоге совсем по-другому. То есть читать я могла и понимала, но сама говорить вообще не могла. Поэтому у меня потом, потом за время учебы здесь, ну, тоже в аспирантурии в основном нужен был английский, обязательно это была научная работа на английском, это тоже не очень способствовало. Но потом я познакомился со своим будущим мужем и вот это общение с носителем языка, наверное, оно наиболее всего ускоряет процесс. Но в языковой школе, насколько я знаю, у них занятия очень интенсивные, то есть пять дней в неделю, полдня они там только учат, учат и учат, и многие после языковой школы за год обладевают достаточно языком, чтобы можно было. Надо сдать этот экзамен на японский, хотя бы на второй уровень, тогда ты имеешь право поступать в учебное заведение. То есть большинство сдают до нужного уровня, чтобы дальше продолжить образование. То есть как бы, если интенсивно заниматься именно в Японии, наверное, реально. Учить, живя в Беларуси, честно говоря, очень сложно, потому что практики нет никакой. А скажите, пожалуйста, я вот смотрела ваше интервью на Ютубе, и вы там сказали, что какое-то время в процессе обучения работали ассистентом стоматолога. Что в Японии делает ассистент? Какие у него обязанности и как отношения врача? То есть уважительно относятся ли? Ну, так как здесь ассистент стоматолога, это не инвестируется государственная специальность. Специального образования нет. Есть только гигиенист и врач-стоматолог. То есть любой человек может работать ассистентом стоматолога. Достаточно закончить просто школу, среднее образование иметь. И так как в Японии 99% стоматологии это частные практики, вот как сложились раньше, где работают отец, сын или семья. То есть семейный бизнес маленький, в основном в провинции. Поэтому в каждой клинике свои правила, скажем так. И то, что хочет врач от ассистента, в итоге сам обучает ассистента работать так, как нужно этому врачу. То есть кому-то надо, чтобы ассистент рядом был все время, держался вакуумный отсос, кому-то не надо. То есть в Японии в основном врачи привыкают работать без ассистента, то есть без постоянного, как ни в четыре руки. Ну может есть в больших клиниках, университетских, но в основном врачи работают один. И в нашей клинике тоже, у нас нетипичная большая клиника, ассистентов меньше, чем врачи. Потому что ассистентов сложно найти. Сейчас уже в Японии постоянная проблема с рабочей силой, в принципе. То есть вакансий много, желающих немного. Проблема почему? Потому что ассистент с нотолго очень физически тяжелая работа, целый день на ногах. И здесь вообще очень длинный рабочий день. У нас прием начинается в 9.30, заканчивается в 7 вечера у меня. Ну перерыв на обед, который у меня в итоге нет, потому что очень много пациента. И ассистент должен все это время встать на ногах, потому что он помогает одному врачу и второму врачу. И должен постоянно что-то принести, унести, оттискной материал. То есть ассистент здесь работает стоя, в отличие от, например, в Америке, где в 4 руки в основном я работаю. Поэтому физически работа очень сложная. И зависит от конкретного врача, с которым работаешь. В принципе отношение нормальное, я думаю. Такого нет. И в нашей клинике, у нас большая клиника, у нас инструменты есть стерилизационные, там персонал специальный, который моет инструменты, стерилизацией занимается, поэтому ассистентам не надо мыть инструменты. Это уже значительно облегчает работу, потому что если надо еще и помогать, и одновременно убирать, и в маленьких клиниках надо еще автоклав загружать, то есть на самом деле очень тяжело. А оплата минимальная у таких работников? Оплата, да. Оплата небольшая. Как в Японии распространена, как есть два вида занятости, постоянные и непостоянные. Если постоянные, там оклад идет. Но если кто-то работает под работой, потому что многие женщины, у которых есть дети, они не хотят работать целый день или всю неделю, только три раза в неделю. Тогда почасовая оплата, и почасовая оплата, она зависит от региона. То есть в Токио побольше, в провинции еще меньше, она не такая большая. То есть, ну как, может чуть больше, чем пойти просто где-то продавцом в магазине стоять. Ну, скажем так, не слишком высокая, потому что это не специализированная работа. То есть не надо никакого диплома иметь, чтобы работать. Поэтому и оплата не очень большая. Но те, кто долго, но работают много лет и уже очень хорошо работают, конечно, и платят больше, потому что они хотят, чтобы люди уходили. Потому что обучать нового персонала очень сложно. А гигиенист, сколько нужно учиться и по оплате уже это, насколько выше? Гигиенист зависит, два или три года зависит от колледжа. Есть колледжи, есть при университетах отделения, поэтому немножко программа отличается от колледжа. Минимальная, насколько я знаю, два года, и зарплата выше, потому что гигиенистов тоже не хватает. У нас многие гигиенисты, женщины все, и многие уходят в декрет и не возвращаются, и поэтому постоянно нехватка гигиенистов. У них зарплата намного лучше, чем у ассистента. И если много лет работать и иметь еще какую-то квалификацию, например, можно специализироваться в имплантологии, то есть ассистировать при операциях, то есть это оплачивается лучше, чем простой гигиенист, который просто, ну, скажем так, снимает камни, делает гигиену. То есть как бы у гигиенистов есть возможность расти, если вот заниматься, как бы на конференции ездить, специально есть и для гигиенистов эти все программы, то есть свое обучение еще повышать, наверное, то есть и работать долго-долго, много лет. Чем больше работаешь, тем зарплата выше будет в конечном итоге. То есть зависит от опыта работы. Ну, даже после окончания только училища, у них уже изначально оклад, скажем так, неплохой, то есть многие почему выбирают эту профессию, потому что можно работать всю жизнь. И как в Японии, к сожалению, если ты работаешь в офисе, выходишь замуж, уходишь в декрет, твоя должность исчезает. То есть нет такого, что ты готова держать твое рабочее место. Если ты выходишь из декрета, ты выходишь с нуля, и у тебя опять вся зарплата низкая, ну и многие компании до сих пор все равно. Декрет можно всего год взять, то есть очень очень сложно, и потом начинать надо с нуля, и, к сожалению, рабочий день, получается, надо свою резать, и зарплата из-за этого маленькая получается. В медицине проще в этом плане, потому что можно как-то сменами работать, ну и можно продолжить свою карьеру, в общем-то. То есть более востребовано, чем обычная офисная работа. Что делает гигиенист в Японии, кроме вот снятия камня, отбеливания и вот таких вот классических процедур? В Японии очень строгое законодательство. Многие недовольны этим, конечно, потому что на врача идет очень большая нагрузка. То есть в Японии рентгеновский снимок имеет право делать только врач, нажимать на кнопку, скажем так. До этого гигиенист может только привезти пациента, посадить пациента, потом это все делает врач. И анестезию тоже не имеет права делать гигиенист. Это зависит тоже от стран, есть которых может, которых нет. В Японии гигиенист, в общем-то, имеет право делать только неинвазивные манипуляции. То есть снятие камней, полировка, покрытие фтором, силанты зубные, то, что не нужно при полировании зубов. Поэтому отбеливание, да, то есть если врач сказал, там лекарство какое-то положить в десневой карман, такое под руководством врача имеет право делать, ну, оттиски снимать может. То есть то, что не требует, скажем так, да, отпиливания, то есть инвазивных манипуляций. А вы живете в Токио, так? Я живу рядом с Токио, да. Работаю я в Токио. Токио – это самый огромный, самый современный город в мире. Вот хотела бы узнать, какие ощущения вас он восхищает или наоборот утомляет? И какие испытали эмоции, когда вот впервые из Минска прилетели в такой город? Ну, сейчас я уже привыкла, и я каждый день езжу на работу, на машине, через мост, через реку, через реку переезжаешь туда по Токио. И я на себя ловила на мысли, что у меня никакого уже нет, никакого. О, Токио! У меня только опять пробка. Человек очень быстро привыкает. Конечно, первый раз, когда я приехала, первые полгода, год, было очень много впечатлений, потому что город очень большой и совсем по-другому организован. Очень много поездов, и метро, и наземные поезда. Очень, конечно, инфраструктура развита, везде можно добраться на общественном транспорте. И хотя очень далеко, но за час можно на самом деле далеко добраться. То есть очень организован для жизни город удобный. Поэтому в основном все живут, скажем так, как я, многие люди живут за пределами Токио. Ближайшие префектуры, это считается тоже как бы мегаполис Токио, но уже не Токио, потому что в Токио жить очень дорого, ну и на работу, на самом деле, на метро легко доехать из других префектур. Поэтому Токио, я работаю в старой части города. Есть старая часть города, в которой люди жили много-много лет. Есть новая, где 50 лет назад ничего не было, город расширился, там построили новые дома. И вот эта старая часть, она вообще не чувствуется, как Токио, который показывает телевизор, на самом деле. Потому что возле станции обычно, большая станция, железные дороги, там магазины, все-все, чуть-чуть отходишь вглубь, все маленькие, двухэтажные, трехэтажные домики, многие еще очень старые, сохранены узкие улочки, то есть прям, ну прям не чувствуешь, что живешь в современном городе на самом деле. И Токио отличается от других мегаполисов тем, что в Токио много частных домов маленьких. Потому что сейчас в основном все большие города сносят частные и строят большие, многоэтажные, но в Токио очень много районов, где еще до сих пор много частных домов, поэтому такое ощущение, что ты в очень большом городе, если ты там находишься, на самом деле нет. У меня такое чувство, что я по сравнению с Минском в деревне какой-то живу сейчас, потому что у меня тоже здесь одни частные дома и до станции на велосипеде надоедут. Поэтому в Минске же только многоквартирные дома. По сравнению с Минском на самом деле окраина Токио выглядит более провинциально. Поэтому разница между тем Токио, что по телевизору показывают небоскребы и начиная жизнь и все сверкает. И там, где люди живут, на самом деле очень большая. А японцы, какие они, вот насколько менталитетом отличаются от нас и возможно ли в Японии иностранцу стать своим? Менталитет отличается, я думаю. Но еще, как сказать, у каждого человека характер свой. Кому-то японский менталитет подходит, кому-то нет. Мне, в принципе, у меня такой характер, что мне здесь проще жить, чем в Беларуси. Честно говоря, работать. Я всегда любила работать. Японии надо много работать. Те, кому нравится много работать, здесь очень хорошо жить. Здесь очень уважают, если ты много работаешь, без отпуска. Для фанатов, трудоголиков здесь очень хорошо. Ну и, как сказать, мне, когда мне нравится, что японцы сдержанные, что они не показывают свои эмоции, но мне так проще. На самом деле, когда очень много людей, очень большой город, в поезде постоянно набит вагон людьми, куда не идешь, везде люди. Если все эти люди будут показывать свои эмоции, на самом деле, это очень сложно. Поэтому, то, что все держатся так вежливо, отстраненно, на самом деле, так проще контактировать. То есть, есть правила, если их знать, ты знаешь, куда пойти, как что сделать, и ты добьешься результата нужного. Не надо будет ходить по инстанциям сто раз. Просто надо эти правила знать и соблюдать. Зато, если ты все сделаешь, как нужно, на самом деле, все даже бюрократические процедуры, да, они муторные, но если ты все сделаешь, как нужно, ты обязательно добьешься того результата, который хотел. Не надо будет ходить сто раз. Поэтому, если хочется каких-то бодрых ощущений, в Японии жить не очень весело, наверное, будет скучно. То есть, развлечения здесь тоже не такие, как в Европе. То есть, никто не ходит в ночные клубы, кроме иностранцев. Японцы, максимум, развлечение японцев, это пойти выпить после работы. Вся жизнь японцев, она работа и семья. То есть, работают они очень много, очень долго, поэтому выходные, в основном, когда есть выходные, у многих только раз в неделю, это семья. И на общении с друзьями времени остается очень мало, и в основном все уже потом своих старых друзей встречают очень редко, к сожалению. Только вот в молодости, еще пока студенческая жизнь, еще есть какие-то связи, а потом это все меньше и меньше. Поэтому нет таких как-то, чтобы домашних вечеринок, например, чтобы на день рождения друзья приходили домой. Такого нет. В основном, японцы очень отделяют семью от работы, от коллег, и в основном все не очень хотят, чтобы к ним приходили домой, потому что надо что-то убирать. И в основном все идут куда-нибудь в петельное заведение и отмечают все там. Поэтому в этом плане японцы закрыты, но если ты как бы член семьи, то отношение совсем другое. То есть как бы между собой на самом деле они обыкновенные. Просто очень вежливо и стороненно, скажем так, с посторонними людьми, но на самом деле это проще. То хамство нет вообще, которое привычно в Беларуси, что пришел и продавец в магазине недоволен чем-то, и поэтому с тебя еле не хотят обслуживать. Дети все вежливые, все улыбаются. И не важно, что человек про себя думает, но они будут с тебя стоять, улыбаться, и на самом деле так проще общаться зачастую. А ваш ребенок, говорите ли вы с ним на русском вообще? На каком языке он разговаривает? И возможно ли с рождения учить сразу два таких кардинально разных языка, как русский и японский? У многих дети разговаривают на русском, но так как я очень рано отдала в сад ребенка, для того, чтобы ребенок говорил, на обоих языках надо с ним очень долго быть дома. Я в полтора года отдала в сад, до этого я пыталась говорить только на русском, но с трех лет у меня дочь сказала, что я не хочу говорить на русском. Ей все вокруг на японский, и все друзья говорят на японском. Поэтому если создать среду, многие, кто очень хочет сохранить русский язык, там в основном это россияне, они более, у них культуру свою сохранить, у них все знакомые, только русские, и они по выходным только встречаются с другими русскими семьями, то есть специально создают только русскоязычную среду для ребенка. Так как мне в принципе этого не было интересно, и я пока не стала работать в принципе с русскоязычными, не общалась, у меня были в Узии друзья из других стран, мы говорили по-английски, потом муж японец, японские знакомые появились, то есть я в принципе не искала контактов, потому что я хотела улучшить свой японский, честно говоря, потому что если говоришь все время на русском, это нереально. Но те, кто очень хочет, это возможно, но это должна мать очень приложить много усилий. У меня в принципе не было такого ощущения, что я очень хочу говорить на русском языке, если уж на самом деле говорить на белорусском, но белорусский ребенку моему точно в жизни не пригодится, поэтому я выбрала русский. Но так как ребенок не очень хотела, и в связи с последними событиями на Украине, скажем так, у меня тоже последнее желание говорить на русском языке, если честно говоря, пропало, и с этой политической обстановкой, я не знаю, английский, наверное, актуальнее, потому что очень многие у меня, мой брат его переехал тоже в Польшу, теперь у меня только мама в Беларуси, поэтому я сама не знаю, в будущем будем ли мы ездить в Беларусь, и честно говоря, с этой всей обстановкой в Россию тем более, наверное, в ближайшие годы не поедешь. А скажите, если бы не Япония, какую бы страну выбрали, если бы не Япония, или если не Япония, то только Беларусь? Ну, я всегда хотела, на самом деле, уехать. С детства мне хотелось куда-нибудь уехать, но в Европу уехать не так легко, если, ну, многие, кто уезжает, есть какие-то знакомые, родственники, кто-то, кто как бы, ну, какая-то поддержка, так как у меня не было никаких родственников где-нибудь в США или где-нибудь в Европе, это очень сложно. Я знаю, что многие уезжают в Чехию, в Чехии можно подтвердить диплом, в Польше, наверное, тоже можно подтвердить наш медицинский диплом, но уезжать, скажем, просто так, не иметь хорошей работы мне не хотелось. Ясно. Как бы, конечно, проще мне было бы уехать в англоязычную страну, изначально не пришлось бы японский столько лет учить, но, ну, как бы, так получилось, и сейчас я рада, потому что мне в Японии теперь я так привыкла здесь жить, когда я езжу в Европу, мне уже очень многое так непривычно, кажется. А есть ли какие-то минусы в Японии? Минусы есть. Минус, наверное, что надо очень много работать, хотя я люблю работать, но работать надо реально очень много, и выходных, выходные есть, но отпуска длинного взять невозможно. То есть, я бы могла бы его взять, но так как я одна, мои пациенты к другим докторам не пойдут в силу языка, в итоге, если я беру отпуск на месяц, я не представляю, что будет, когда я с него выйду, и то есть, это нереально физически, максимум, что я могу отдохнуть на неделю без ущерба для своей последующей работы. И поэтому в этом плане пенсии тоже на самом деле, наверное, нет. Все считают, что ее не будет, потому что пенсионная система в плачевном состоянии, и надо себе заработать еще и на старости, поэтому, к сожалению, сейчас японцы работают все дольше и дольше, до 70 лет. То есть, вообще сейчас уже отменяется пенсионный возраст, работай сколько хочешь. Поэтому в этом плане очень тяжело, работать нужно очень много. и поэтому многие в Японии знамениты смертью от переработки и большим количеством самоубийств даже среди молодежи, потому что общество очень так построено, что если ты не работаешь, ты как бы ненужный элемент общества. То есть, это не говорится, но такое ощущение есть. Поэтому, если ты не работаешь, или женщина, например, может бросить работу, она воспитывает детей, ты должен быть занят чем-то полезным. Если ты не работаешь и не растешь детей, и просто ничем не занят, ты выпадаешь от японской системы общества, и многие поэтому люди сидят, не смогут потом выходить из дома, у них уже психологические проблемы, но и как-то, если в такой будет у тебя депрессия, не сможешь какое-то время работать, потом очень сложно вернуться в общество опять. То есть, к тебе уже относятся с подозрением. Поэтому, в этом плане есть очень минусы японского общества, потому что оно очень такое, довольно строгое. И если не следовать этим правилам, и можно не следовать всем этим правилам, но надо быть очень независимым или финансово, или как-то в каком-то отношении. А так нужно подстраиваться, даже то, что если тебе что-то не нравится, все равно надо подстраиваться. Ну, это везде так, в любой стране, в любой работе так связано. Поэтому, лично для меня большого стресса нет, честно говоря. потому что в отличие от Беларуси, например, никто на тебе не ругается, даже если на работе что-то делаешь не так. Они не кричат, здесь по-другому выражают недовольство. В этом плане работать комфортнее, то есть общение с людьми нам очень цивилизованное. Но не всем это подходит. И я знаю многие, кто все равно уезжают после многих лет жизни. Потому что менталитет как бы совсем другой. И те, кто, скажем так, я знаю много русскоязычных, которые хотят жить в Японии, как они жили до этого. Просто более финансово обеспечено и не менять свой стиль жизни. Поэтому очень много женщин русских в Японии. Они вышли замуж за японцев, но меня выражают, приходят пациенты, они живут здесь 20 лет, у них большие дети уже. Они на японском практически не говорили. Я не знаю, как они общаются с мужем. И они всем недовольны, у них много претензий к обществу. Если не владеть языком на очень хорошем уровне, ты будешь себя чувствовать как бы все равно не то, что изгоем, но как бы все равно инородным элементом. И психологически не все это выдерживают. Поэтому язык, конечно, очень важен. Это в любой стране. Да, в любой стране. Тем более в Польше и Беларусь культура намного ближе. Я думаю, всем понятен менталитет. Здесь, конечно, культура отличается. И не зная истории и культуре, конечно, сложно. Поэтому если приложить усилия, мне кажется, можно и понять, то потом можно просто подстроиться, когда нужно, под эту систему. И это не так сложно. Анастасия, я вижу, что заканчивается время нашей конференции. Хочу вас поблагодарить. Огромную гордость и восхищение вы у меня вызываете. Беларусы вообще мега талантливые, мега умные люди. И вы тому доказательство. Спасибо вам огромное за уделенное время. Успехов вам в работе и всего доброго. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. До свидания. До свидания.